Чернобыль. Мрачное и таинственное место. Вот уже почти 40 лет здесь не живут люди, зато живут животные. Волки, кабаны, барсуки и различные птицы. Но самые удивительные обитатели Чернобыля – самы. Они настолько огромные, что охотятся на мелких млекопитающих и голубей, и некоторые из них представляют опасность даже для человека. Окрестности Чернобыля обезлюдили в 1986 году после печально известной аварии на местной атомной станции. От людей остались только пустые дома и брошенная техника. Однако уже через считанные годы в Чернобыле появились новые хозяева – животные. Пользуясь отсутствием человека, зону отчуждения облюбовали кабаны, волки, олени, барсуки и различные птицы. Но самыми знаменитыми новыми жильцами – стали самы. В 2019 году мир был взбудоражен кадрами, на которых пруд-охладитель реактора кишел самами всех размеров, начиная от мальков и заканчивая большими взрослыми особями. Особенно поразили самы, которые были настолько огромными, что охотились на голубей, небольших млекопитающих, водоплавающих птиц и даже проявляли агрессию по отношению к людям, которые пытались их потрогать. У Чернобыля мрачная репутация, поэтому диванные эксперты, воспитанные на игре «Сталкер», голливудских фильмах и опусах бульварных газет, повествующих о животных мутантах, немедленно сделали выводы, что гигантские самы – это результат радиации. Однако у этого феномена есть куда более прозаическое объяснение. Самы появились в прудеохладителе незадолго до катастрофы на АЭС. Их выпустили туда еще мальками, чтобы наглядно показать безопасность атомной станции для живых организмов. Но затем случилась печально известная авария, и про самов все забыли. Однако радиация для рыб не стала смертельной, они успешно пережили аварию. И вот спустя несколько десятилетий колонию самов внезапно открыли местные сталкеры. Хотя специалисты, обслуживающие саркофаг АЭС, давно были знакомы с необычными обитателями прудоохладителя. Нет ничего удивительного в том, что самы так сильно расплодились. Если человек перестанет лет этак 30 кошмарить хозяйственной деятельностью, например, Волгу, то в реке снова заведутся огромные косяки судаков, стерлядей и карасей, и рыбу, как в старину, можно будет едва ли не ловить руками. Мать-природа обладает феноменальной способностью восстанавливать нанесенные человеком раны. Величина чернобыльских самов тоже не является каким-то экстраординарным явлением. Сом обыкновенный или европейский сом живет очень долго, и под конец жизни длина некоторых особей может доходить до 3 и даже 5 метров. Так что самы в Чернобыле – самые что ни на есть обыкновенные. Ну вот, теперь вы знаете разгадку тайны чернобыльских самов. Если понравилось видео, не поленитесь поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!